Дорогие друзья, я хочу поблагодарить организатора за приглашение. В обзорной исторической лекции Гори Борис сказал, что был перерыв в лекциях тяжелых 90-х годов, и была всего одна единственная школа. Я когда-то был учащенник и директор этой самой единственной школы в 90-м году, и тогда студенты занимались музыкальными навыками, но я смогу сказать, что и тогда студенты занимались музыкальными навыками, но я смогу дышевала мощная реализация бизнес-бизнеса. Так что даже в те годы, кто его лица не потерял. Значит, теперь о чем пойдет речь. Я хочу вам рассказывать про то, что называется квантовые точки. Это один из существующих элементов современной нанофизики. Но просто так, ранее-то рассказывать, вот там больше отвертых интересненьких или что-нибудь еще, неинтересно. Поскольку у нас все-таки школы, а я занимался этими квадровыми точками не просто так, но везде с реализацией вполне фундаментальных понятий, а именно понятий симметрии. Несмотря на то, что эти квадровые точки придуманы для того, чтобы опять-таки реализовать всякие бизнес-проекты, но хорошо придуманный девайс на самом деле подчиняется вполне фундаментальным законам физики, и чем лучше он придуман, тем фундаментальные эти законы. И вот я хочу начать даже не с физики, а с понимателем. Потому что физика приходит и уходит, а понимателем остается. Одной простой причиной, что физика, по крайней мере, та физика, которую я понимаю, то есть физика конденсированного состояния, она с природой, в общем-то, уже покончила. Когда мы начинали, через 30-е годы, теоретики умели описывать только натрия магний, алюминий и их вода беда кальций. Вся таблица Менделеева, она была, с точки зрения теории металлов и полукругляков, численно не основана. Они, в принципе, знали, как устроены эти системы, но доводить теорию до числа никто не умеет. За эти 50 лет всю таблицу Менделеева, вещества составлены из элементарных, из элементов, а из двойных комбинаций все уже опробовали, обсчитали и сделали. Осталась только экзотика. Четверные, бедерные и шестерные системы, которых в природе нет, но химики умеют синтезировать. И вот искусственная структура. Поэтому вся физика, которой он занимается, она целиком и полностью обусловно гранты, которые дают на те или иные структуры. Есть гранты? Есть эта физика. Нет грантов? Нет этой физики. Но математика, которая эта физика описывает, она более увеличена. И вот я, собственно, про эту математику в первую половину лекции буду говорить. Зачем мне попасть где-нибудь вообще? А будет теория Круг. Я знаю, что теория Круг не предмет первой необходимости и не то, что будет во всех университетах. Поэтому я ее начну с самого начала. То есть зачем нужна физика и трезвентарная тема? Зачем нужна эта физика? Зачем нужна эта физика? Зачем нужна эта физика? Даже те, кто ее как бы не проходил, я постараюсь азыро сказать две из 15 минут. А, и определить эти вопросы, симметрия грантов, это вот то, что, как бы, худо-бедно все знают из курсовного лава. И перейти к тому, что он, собственно, является моим предметом. То есть не обычная симметрия грантов, а либо скрытая симметрия грантов, либо динамическая симметрия спектра, который это грантов. От этого и будет мой предмет, и он, как ни странно, имеет прямое отношение к рекламной части, а именно к рано-объектам. Это клановые точки или молекулярные транзисторы, в которых, возможно, что называется Single-Electron Tunneling, то есть туннелирование электронов поштучно. И в этих условиях электронный ток протекает путем сложения элементарных токов, связанных с переносом одного-единственного электрона. Эти электроны можно просто экспериментально считать, заполнять эти клановые точки электронами поштучно. Про это я тоже расскажу и объясню, каким образом динамические симметрии в этих случаях работают. И главный приз этой системы науки – это был так называемый Кондо-эффект. Вот это то, чем я в основном занимаюсь. Это такое довольно сложное коллективное явление, которое существует и в металлах. И вот именно к ним эти применимые симметрии помогают описать этот эффект. Моя история выглядит на то, как вполне фундаментальные и даже очень фундаментальные математические законы стреляют в таких простых вещах, как кольт-лумпиадная характеристика и экзотическое предъявление закона Ома или нарушение ЕГО. И так, вестесущие твери группы. Что такое группа? Группа – это свойство множества элементов. Назовем их там Кагмин и Кагмин. Имеется множество элементов и операции над ним. Среди этих операций есть единичная операция. Снизу кнопка нужна. Да? Указка. Указка. А? Указка? Указка полностью, да? Да, сколько надо встретить. Правильно. Правильно. Редактор субтитров А. yesiteя EMVS Перёжения. Якобы, ... Сейчас работает? Сейчас скуда? Что-то не работает Сейчас Сейчас делает Сейчас Попробуйте Должна работать Имеется набор Чего угодно Просто предметы покрасаны в разных цветах И определяется операция над этой группой Допустим, если у вас имеются кубики, то можно их переставлять с места на место Если имеется кисточка, то можно эти кубики перекрашивать Если у вас имеется геметельная фигура, то можно поворачивать И вот теория групп – это как раз наука об операции с этими объектами, которые выявляют их симметрии А именно, переводят эти объекты сами в себя Если, допустим, имели треугольник, переводят эти объекты, то он совместился сам с собой Потому что у него имеется треугольная симметрия Это вот элементарный пример Объекты, которые вписываются в игру Грубые образы, грубые образы – это все, что угодно Например, множество натуральных чисел Или множество иерациональных чисел Или какие-нибудь ватернионные шестарные Над ними всеми можно перевернуть операции И эти операции классифицируются С помощью этой самой теории Придумывали ее еще в преддатной веке математики И физики ей не пользовались до начала, фактически до Эйштейна К настоящему она начала сказать Когда появилась теория Отложиваться по поводу будущего И в будущем И в будущем И в будущем Я только принялся Первый Реальный, практически Фактически Потом появилась Казовая механика Появился Великий физик и математик Юджин Дегенов Который догадался Каким образом С помощью теории групп Можно сказать То, что мы и так знаем Появление Четтингера Из прошлого И вот Взятие теории групп Основано на двух фундаментальных теоремах Первая теорема Ко всем объектам Эвократная классическая Называется теорема Нерто Эмма Нерто Сформулировать теорему Даже можно сначала по поводу Наверное Который говорит Который говорит Почему Нерто Кстати Может покрутиться Ну 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 Ладно Просто Листать Да Листать Листать Этим самым Отключить вообще И Листать Ну Не работает Отключить Я говорю Садись здесь Или стань просто Да Вы мне говорите Когда перевернуть Значит И так Играется Набор элементов И Объект Обладает Ту Смойство Руковой симметрии Когда Играется Четыре Постула А именно А Произведение Друг Элементов То есть Друг Друг Операции Воспроизводит Один из элементов Друг Элемент Элемент Помножение Это Две Постоянные Друг Друг Свойства Ассоциативности Обычные А Б С А С Существует Единичный Элемент Который Перевод Который Переводит Любой Элемент Сам Себя И Наконец Существует В любой Книжке Приводится Вот У вас имеется 6 предметов Обозначение Вот Обозначение Е Это Не единичные А это 5 Друг И составляется Таблица Умножения Эти Самые операции Последующие Правила Видите Здесь все Упорядочено Первые три элемента Помноженные на сами себя Дают Вторые три элемента Помноженные на сами себя Дают Элементы Из первого Пушка Ну и соответственно Первые На вторые То есть Они явно Упорядочены Оказывается Что Эта абсолютно Абсолютная Минематическая Конструкция Имеет Вполне реальные Физические Отображения Демографии Это Те 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 и они тоже образуют ту же самую группу, которая называется C3L. Так вот работают группы вообще. Это пример так называемой дискретной группы, когда все операции дискретные. Поворот на конечный угол, обращение вокруг оси на тоже конечный угол или перестановка двух шагов. Есть вдруг инъекционный. Следующий. Вот здесь обращается обратно к основным постулатам теории. Первая же тема – это любая дифференцируемая симметрия над механическими фантурами действий, это обычная действия, то есть энергия, например. Любой такой симметрии отвечает свой закон сохранения. То есть все законы сохранения, которые есть в природе, это не есть фундаментальные свойства материи, вначале, а это есть фундаментальные свойства времени и пространства. В основе всего это вовсе не сохранение чего-то там, а именно симметрия времени пространства. Например, однородность во времени, то есть возможность непрерывно продвинуться во времени, воспроизводит систему самосудия, и это одновременно возвращает сохранение метра. Однородность в пространстве – возможность перенести объект на место неизменившего свойства, а отвечает сохранению момента. Игрус. Игрус. И, наконец, однородность угловая в пространстве – это все в применении многих классических квантовых механик. Но в квантовых механике Вигдер сформулировалась следующая теория. Если у вас имеется волновая функция, которая отвечает данный квантовый уровень с энергией Е, то эта волновая функция преобразуется по определенному представлению группы симметрии уравнения Шрединга. Потому что уравнения Шрединга – это симметрия уравнения, которое тоже чувствительная операция перемещения во времени и в пространстве, и каждому собственному значению отвечает определенное представление группы симметрии уравнения Шрединга. И, в общем, теория групп применительной квантовой механики, она более-менее на другом языке переписывает и переинтерпретирует теорию представления квантовой механики. Поэтому группы, которыми мы будем заниматься, предметом групп применительной квантовой преобразования может быть что угодно, в том числе и матриц. Мы будем заниматься операциями, предназначенными именно над матрицами, которые есть, собственно, в базисном состоянии квантовой механической. А группы бывают, как я уже говорил, не дискретные. Вот, например, треугольник есть, например, дискретные группы, но мы будем интересоваться непрерывными группами. Когда групповая операция – это и есть, это называется, инфинитизимальная операция при перемещении во времени и в пространстве, или, так, куда-нибудь, спинной операции. И используются инфинитизимальные операторы бесконечно малого поворота, или бесконечно малой геносляции, или трансляции вместе с поворотом. Они являются генераторами так называемых алгебр Ли. Эти операции всем хорошо известны. Например, если мы занимаемся на бесконечно малой геносляции, то соответствующие операции, если что иное как, оператор углового метра тоже все знает из квадрата. А если мы это делаем на рефиксированном радиусе, тогда это есть поворот на сфере фиксированного радиуса, и они обрисуются двумя уголами, полярными уголами или уголами генера, это все равно. И вот эти операции, так что имеют такой вот вид, имеется операция J квадрат, который имеет собственное значение J на J плюс один, это и есть мастерная карта. Это лапрессиан, выраженный уголами генера, это все знают из квадратной генера, но с точки зрения теории групп, это же самое, это не те же самые уровня, есть реализация группы SO3, это группа вращений на единичной сфере, на единичной сфере, на единичной сфере, на сфере фиксированного радиуса, так сказать, трехмерная пространство, и это трехмерная пространство. А J квадрат, который все знают, это такое, J на J плюс один, и его собственные значения, это так называемый оператор Казимира. Т.е. мы сейчас говорим о том же самом, о чем мы говорим о том же самом, о чем мы говорим о том же самом, но раньше не может приемить лапы. Вот эти операторы уголового момента образуют замкнутую алгебру, то есть коммутируя друг с другом они, а, так сказать, это не только воспринятый, И вот такая алгебра целиком и полностью определяет группу SfI. А оператор D квадрат есть оператор Казимира. Формально и математически оператор Казимира определяется как оператор, составленный из генераторов группы, там, например, это просто квадрат, х, так сказать, потеряемый фрагмент, да, который коммутирует с единичным оператором. Это вот такое простое определение. В этой группе имеется один оператор Казимира, мы вовсе знаем из генератора Казимира. Там, где мы будем находиться в последнее время, таких операторов может быть несколько. Первый пример я приведу немедленно. Это вот первый случай, начиная с этого момента, мы начинаем отрываться от традиционных квадратных. и поговорим немножко о так называемых скрытых симптомах. Известный пример, он известен с самого начала с 1-го мегаи, с 20-го года, работа Паули и последней работа Фока, которые заметили, что если вы занимаетесь тысячей уравнения Шредингера в кулоновском потенциале, то у него имеется скрытый симптом. А именно, если вы, разбитый уровень Шредингера, сделаете его преобразование в представлении инструмента, вы обнаружите, что он на самом деле не трехмерный, а четырехмерный. В системе имеются скрытые размеры, которые интерпретируются как скрытые симптомы. В чем оно выражается? В том, что вы можете не только построить оператор углового момента, как вы, произведение R на P, но и вот такой вот оператор, который здесь векторное произведение углового момента, на тот же самый В, вот такой комбинации, минус вот этот самый фактор R на R, который возникает из-за, из-за у вас, из-за единицы, только в таком потенциале вы, какой-то вектор не может построить. А здесь еще стоит фактор, который абсолютно не следит, что иной, как либо оператор Гаммитиньян, либо его собственные значения. И вот такой вектор, который, опять-таки, известен из классической еще механики, как вектор Кронг-Венца, входит в число генераторов истинной группы этого уравнения Шредингера, которое оказывается группой четырехмерных. вот это самое, четвертое измерение, которое мог однажды сделать в своей преподавании, на языке Кронг-Венца, вы видите вот так. У вас имеется не один вектор, а два вектора, и компонент у них не три, а шесть, то есть шесть операторов существуют, а вектор Кронг-Венца сумма их квадрат равна минус один минус вот такой комбинации. То есть в этом случае вы видите, что у нас есть не один оператор Кронг-Венца, а два. Первый вот этот, а второй вот этот, который есть в воде. то есть эти два эффекта, и снова опять один в другую. То есть вот скрытые, скрытые, кинетрии Кронг-Венца, на самом деле это из, то что называется в теории одного возрода, вырождение аспекта по одному испанцу. То есть опять-таки, я сразу вещей влезу, только немного в другом веке. Вопросы сразу. Поехали, дадут. То есть эриктор, а не на никакого антисептичного дэнса не образуют? Нет, на самом деле нет, не образуют. Это похоже на два варианта антисептичного дэнса, а с него с собой или с двумя. Ну, в каком-то смысле вы видите, что здесь неотвертанное произведение, в этом смысле они с внутри работы. Дело в том, что L, сам у нас есть аксиальный вектор, а мы еще делаем двойное произведение, так что это не так. Так вот, скрылись они в том, что вектор n в гамзиан никогда не входит. Гамзиан содержит, например, L квадрат делённый на гамзианус. Вот это и есть преимущественные сети. Еще раз. Вот. Тебе вот эта самая группа TSO4 будет первым материальным персонажем наугу, о которой я хочу вам рассказать, потому что это самая простая, самая элементарная, не простая, а полупростая группа. Сейчас я перебираю, объясню, что такое почему-то полупростая. Давайте теперь делаем следующий пример. И сейчас я уже практически перекажу к теоретной синтезе. И вот как мы гравировали аббиграторы. Вот у нас имеется таких координат x, y, z, и мы из них строим аббиграторы главного количества. Обычному вектору думают так. Давайте добавим четвертое измерение, а именно назовём его время. Может что угодно у нас, давайте пусть это вышло. Тогда вы точно по этому уже образцуете. Будете построить еще один вектор, которым T замещает подыграть аббиграторы. Т.е. увеличение и размер на стоянечку автоматически обозначает добавление трех новых генераторов к существованию термингу. Они образуют вот эту самую вот эту самую, вот называемую, почетвей аббигра, которая генерирует группу S почетвей, это групповращение начито с примерной сфере, вот с такими вот эмоционными соотношениями. Это все выгодно. Элс, эл, коммуницирует л, и Эл, и Эл, образуют коммуницирует л с альтисиметричным тензором, как мы называем, что трудно там. И вот два их оператора генера. Первый, л квадрат, он равен треом, это число, а второй просто фиксирует их астроном. есть альтернативные поверхностные образования, просто поворот их как сумму, и разность, когда вместо Эл, вы пользуетесь двумя вот этими, коммуницирует у них вот такие функционные соотношения. Вы видите, что J, что они уже коммутируют сами на себя. Вот это свойство коммуницирует сами на себя и есть одно из определений полупростой группы. То есть, вот, когда вы взяли эти два три группы, а друг к другу они просто коммутируют, тогда можно сказать, что каждый из этих подморист образует идеал для группы S4. Вот, группа с идеалом называется полупростой группы. И операторы генера с третьих, это вот операторы имеют вот такой вид. Сумма квадратов на него правильно, а разность возраста коммуницирует просто два эквивалентных представления генератора по поводу. Следующий. И теперь мы наконец-то добраем до самого главного предмета занятия ременно-динамической системы. Принем шократно к учебнику Мантролихов. А глава феориалов. Там сильнейший потенциал, L есть пантовое число, все уровни характеризуются его значения, L равны U S уровни, L равны U R 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 Редактор R R R R R R R R R Р R 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 Редактор R 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 А здесь вот такие единизмы, и выход из пенсии заполнить всю вот эту самую клетку. Так вот, раз есть операторы, которые считают переходы внутри этих боков, есть и операторы, которые считают переходы между разными боками. Спрашивается, что такое эти операторы с точки зрения теории. У меня законный вопрос. Чтобы на него ответить, давайте перейдем к следующему объекту, который называется квантовый атака. Это опять упражнение по увеличению размера со стёр до четырёх. Квантовый атака – это волчевого принадлежа на шорсткий поиск, который свободно может обращаться относительно оседать всех трагментных пространств. Теперь мы увидим, что, как и любой вращающий объект, нам может предъявить другую углу аналитетера, мы возьмём ещё третий угол между осью его вращения и осью, так сказать, литра. Поэтому у нас имеются три угла и фиксированный разница. Значит, эффективный размер, что четыре. Как у вас с предыдущим опытом, мы понимаем, что это уже будет 2505.4. Вот этот самый угол альфа играет ту же самую роль, что координатор времени в операторе m в этом строении тоже. Но мы видим, что у нас имеются три угла и два, поэтому базисом для группы, для собственных изначений, а собственной функции оператора твердого жесткого аналитета, является не сферической функцией, а гиперсферической функцией с тремя углами. Если вы введёте операторы m под паразм, тогда окажется, что у них имеются матричные элементы между состояниями с разными a. То есть оператор m может менять угловой момент на ±1. То есть реализует вот эти самые недиагональные блоки цикулярного аналитета. Так что вот в этом случае вот этот самый объект Джонт Пиратаса обладает свойством динамической симметрии. И в наборе генераторов, отвечающих ему группы цикулярного синтеза, имеются операторы, меняющие динамические элементы. То есть объекты. Компеверататоры имеются объекты, которые имеются внутренние динамические синтезы. Так что это не текстомедиматическая конструкция, а реализация вполне реальная, довольно простого физического объекта. И это, к примеру, будет еще проще. Это система двух элитонов со спинного адвактора. Если вы включите взаимодействие между ними обменное, тогда эти спины складываются, они могут сложиться либо в триплет, когда спина направлена, либо в синвер. Это и есть реализация двух неприводимых представлений для этой задачки. Синвертый и триплет. Но общая размерность вот этого цикулярного обменения не отнимается. Четыре. Три проекция приплета, и одна стоит симметр. У нас уже есть другую щелку. Это раз четыре. Значит, сейчас будет группа SO4. Вот она и реализация. Мы можем построить спин-ор, который содержит не как обычно три компонента вектора. Up, down и zero для спина линейки. Но давайте решим вверх в качестве правдоправного четвертого компонента спин-ор. То есть мы имеем четырех спин-ор. И, соответственно, построить на нем матрицу операторов перехода из всех возможных переходов из симметра внутри триплента. Это будет оператор спин-ор. С помощью вот таких вот математических расструкций операторы вы уничтожаете состояние J и раздаете состояние I. Т.е. это операторы перехода между системами J и I. Эти операторы, например, Джон Хаббард, совершенно для другой цели. Потом это цель, которую мы делали. Но они замечательно удобны для того, чтобы устроить вот эти самые генераторы динамических групп. Обычные операторы спины с их помощью можно использовать вот такие вот операторы. Это up-up, минус, all, 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 all. Операторы повышающие. Это вы переводите минус один в состояние вольф, или состояние вольф в состояние один. Это просто повышение проекции. И соответственно вынижение проекции. Но мы тоже самое можете проекции делать как операторы, рассоединяющие состояние симглета и триплета. Вот имеется еще три агрегулятора, Z плюс и минус, которые объединяют различные проекции 3 клеток с периодичным клетком. Там также тоже имеется Z тройка клеток, повышающая и гиганитарная клетка. А вот они вот так. То есть, действительно, в динамической симметрии этого мультиверта, цинверт плюс 3 клеток, описывается четыре шестью операций, образующими два вектора. С обычный спин и вот этот нижний вектор. Помните, я могу говорить, что можно вводить операции в операции полусумму и полуразум? Это есть не что иное как. Спин можно представить как сумму спинов двух электронов, а реальность можно представить как разность. Это совершенно простая математическая очередная миграция. Раз можно составить сумму, то, естественно, можно составить разность. Вот эти пергомендации образуют генераторы групп СФ4 для такого вот мультиверта симметрии. Это вполне реальный физический объект, и эти симметрии выстрелят тогда, когда мы приведёмся в состояние, где возможно приходить в метрикетное состояние. То есть спин не сохраняется. Следующий. Ага. Значит, коммуникационные соотношения для них те же самые, которые мы уже имели. Операторы, к примеру, тоже те, которые мы уже имели. Сумма квадратов спинов двух электронов. Мы вообще знаем, поскольку С квадратов равно три четверти, если вычислили назад, то это всё уменьшится. А радость назад и сей стороны уменьшится. А что никаких чудес? А. Сейчас вполне есть. Итак, когда эти генераторические симметрии реально тормозны? А. В стационарном состоянии, когда спин, величина сохраняющаяся, в момент, где он сохраняющийся, это всё не нужно. Это чисто не уменьшится. Но если система взаимодействия с внешним пулем, как вот, допустим, разрешается некольный переход, или, что ещё важнее для нас, с резервуаром, с которым может быть обмен частицами, и тоже симметрия объекта нет. Вот тогда динамические симметрии работают, и в нанофизике приходит именно это. Теперь, значит, что с перерывом? Чтобы вы уже поздно начали... Ну, так вам удобно, если вы сейчас хотите делать... Как аудитория предустала или не устала? Можно посмотреть что-то на следующем сцене? А, давайте вот ещё немножечко... Немножко с математикой покончим и сделайте... Делайте, чтобы он здесь перерывился. Следующий, и на него я нажимаю. Так, чтобы не играть. Всё самое. Ещё они менее тривиальные примеры, я расскажу, и вот с этим будут перерываться. А объекты, опять, физически совершенно известные. Это, так называемый, экситонный лод. Что такое экситон? Это вы имеете полупроводник, у которого в основном состоянии валентная зона заполнена. Это, естественно, полный симметр. Но вы можете перевести электрон из валентной зоны к зону проводимости и связать их к кулоновским взаимодействиям в экситон. Поскольку оба, и электрон, и дырка имеют в спину, экситон должен быть симметрный, и не триплетный. И вот у вас имеется совершенно душе, как было раньше, по-друге. Эплетный экситон вместе с основным состоянием, которое есть симметр, образует группу СО4. Вы вводите операцию, переходы внутренние триплета, вы переходы симметр в триплета, завариваете группу СО4. Но у вас теперь имеется еще симметр на экситон. И вы будете опять проделывать то же самое, то есть связать оператор с симметрами экситона с триплета, то есть ввести еще три оператора, трипланица оператора, а кроме того еще связать возбужденный симметр с основным симметром. Получаем 10 операторов, которые образуют три ветора. И uhm, это уже заточки, а две должны быть emmes, а две должны быть, там уже заточки правоком, а две должны быть самыми. Эпомониенты Z, плюс ger. Извините, а можно еще раз? Спина одна вторая у дырка, спина одна вторая у электроны. А электрон с дыркой, они взаимодействуют обменно, и спины складываются. Либо в семь лет, либо в триплет. Так же, как и... Это, например, два раза по спине одна вторая. Почему сейчас тут новое появилось? А ничего не нет. Просто их можно сложить в семь лет и в триплет. Всегда будет двух сантаз. У нас так было на предыдущем плане. А есть еще основное состояние. Которое пользуюсь и чувствуется. Когда он сидит внизу? Да, все внизу, это тоже сильное. Так, они увеличивают. Да нет, но это основное состояние системы. Оно, естественно, в базе всходит. Поэтому у нас получилось два сантаза и один вектор. И первое тут имеется, значит, коммуникационное соотношение. Теперь их уже больше стало. Три вектора. Но они все более-менее с одними струкционными фракторами. Только два вот этих вот нетрадиционных вектора, когда они коммуникают, они выдают скаляк. Для этого скаляк описывающих векло безумерных. И оператор аказемера – это сумма здесь плюс четырех. С векло плюс векло плюс векло плюс скаляк подратим, где он равен четыре. И вы имеете кучу всяких других операторов аказемера, которые описывают состояние артогинальной симметра С. С артогинальная – Э. М артогинальная – С. А РМ – не артогинальная. То есть, здесь уже чем дальше есть, тем больше градусов. Ну, давайте делим. Давайте торопим. Поскольку их можно. Знаете, кто носил куртку? Цвет какой? Там, оказывается, что… Какого она цвета? Да. D Субтитры создавал DimaTorzok 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 то есть сигма матрицы имеют только единичные паркорции, либо, наоборот, поворачиваясь в одной регионе, не реализируя другую. То есть матрица выражается в произведение двух таких, и тогда группа С4 сводится к прямому произведению группу С2 на С2. Ну всё, теперь у нас всё готово, чтобы нужно что-то выразиться на объект. Сейчас можно перейти к сезону. Так, надо объектов. Их много. Почти бесконечно много. Один из самых открытых, и я не знаю, что я не знаю, это квадратные точки. Это объекты, которые возникают за границами между двумя. Между двумя. Полукровниками осенингралия и осенинолюминалгралия. У них немножечко разные запрещённые зоны, и поэтому, когда вы их склеиваете, то на границе происходят перетекальные заряды на одну другую. Они, естественно, достигают условия реакциональной дальности. И какое-то количество заряда запирается в погоничном слое, образуется двумерный плодный газ. Это первый пример двумерного объекта, физический, который был реализован на фактике. И когда двумерными моделями стали заниматься методами, в том числе сумасшедшие люди, но они вполне реальные услуги. Если на этот двумерный газ наложить все как электроды, то можно в нём сформировать квадратные точки, то есть ограничить электрическим потенциалом электроны в такой вот ловушке. Это вексмертная точка. Вот то, что находится здесь, это какое-то количество электродов из двумерного газа, запертых с помощью вот этих электродов в пространство размером десятых нанометров, в котором все состояния квантованы. Они без структуры, но квантованы. Всего вам не дискретны. И у вас там находится счётное число электродов. 50, единиц, сотни, но очень. Их счётное число. Это называется Few-Electric System. В каком-то смысле это искусственный. Остальной электронный газ, который из них выделяет роль электронов. Это просто резервуар электронов, металлических электронов. Вы можете приложить потенциал, и эти электроны перегонять от истока к стоку через туннельный барьер. Вот это истонный барьер. И благодаря тому, что объекты такие маленькие, электроны проверяются по одному. Один за другим. По причине, так называемой кулаковой блокады. Что такое кулаковой блокады? Это свойство системы перезаряжации, если в неё садится вичный метод. Сколько это очень маленький шарик, у него имеется очень маленькая ёмкость, а в ёмкостной энергии ёмкость стоит в стаминатике. Е квадратная на С. Поэтому ёмкостная энергия, наоборот, очень большая. Поэтому, посадив лишний электрон, вы сразу добавляете огромную энергию, которая много больше энергии туннелирует. Поэтому вот это явление и таким образом посадить лишний электрон, значит, квадратить большую энергию, значит, электронное состояние в каком-то смысле фиксируется. Это называется явление кулоновской блокады. И чтобы его оправить, нужно просто нарисовать эту самую ёмкостную энергию, как функцию заполнения её. Вот здесь нарисованы такие вот аппараты, которые придумал тот же самый квадрат. Опять-таки немножко дублютим, она пополнена. А это называется параболь квадрат. Вот это состояние квантовой точки. Вот эта квантовая точка с дискретными уровнями. Это исток, это сток, это химический продукциал. Эти состояния все заполнены. Но если у квадратных специалистов электрон, вы сразу проиграете огромную энергию, вот эту самую кулу на н квадрат, и состояние, кажется, выше химпотенциала, и поэтому присутствует неврознание. Вы будете перекачивать эту яму с помощью затворного потенциала, приложенного вот сюда. Это означает, просто бьюить этот спектр. Перекачиваем его. Вот теперь уже эта яма нестинная. Состояние С1 имеет меньшую энергию, теперь уже чем состояние С1 минус 1. Вот это здесь нарисовано. И в конце концов достичь состояния, когда два состояния разных зарядовых, просто она будет обрежена. И тогда возможно тренировать. Потом мы еще раз еще больше тренировали потенциал, и попали в следующее полуоложное обшло, когда тренирование опять невозможно. То есть имеется совершенно определенное значение затворного потенциала, при котором прямое тренирование через другую воду. А при всех остальных не разуме. Следующее. Повальше. 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 Если вы нарисуете это все на диаграмме напряжение напряжение между стоком и стоком, а по всей одиннадцатой и к форсии абсцис, тогда он будет отслеживать заполнение этих электронов один за другим. Вот у вас имелось ничердное число электронов. Вот это состояние объектом физическим при нулевом варисе можно добавить сюда одиннадцатый и соответственно здесь возможна при конечном напряжении на оплатках, а здесь она невозможна. Вот это есть просто мегатринстримы этой комментарией. То есть объектом физическим является туннельный негонокталис т.е. вот это производная тока по напряжению по стоку 100 и она оказывается не ионическая потому что возможна дополнительная метода ток вы увеличиваете век ничего не происходит а потом оказывается возможно добавить еще ток скачком ток есть скачком ток поэтому вместо закона ОМА вы имеете вот такую лестничку ток если вы ее не реализируете дорогу получите для контактации вот такую кривообразную скривую где нет низких градусов это есть прикрепление одноэлектронного туннелирования туннелирования из этого есть еще кодунелирования т.е. вот мы находимся в Кулоновском окне тогда вообще по одному электрону пропустить нельзя но что можно сделать это загнать электрон отсюда и сюда а на свободе это электрон мы загнали всток а из истока взяли второй электрон т.е. это процесс по именированию второго порядка и может осуществлять перенос заряда здесь здесь естественно возможные процессы когда никакого переноса заряда происходит но зато происходит генерация электрон и это можно сделать как через заполненное состояние так и через пустую т.е. сначала посадить сюда второе электрон а потом завернуть т.е. кодунелирования на самом деле так же и вот мы теперь пришли наконец к конному эффекту который есть спин а вот мы один электрон с уровня направо оттого с электроном спин а пришел сюда освободил возможность второму электрону сесть вниз если вы один электрон загнали с уровня направо а второй на его место с другим спином то это эквивалент для того что образовалась электрон дырочная парка с противоположными спинами а если вы напишите несоответствующий герметизиан то вы имеете вид обменного герметизианта где у вас преодолелся спин организованного электроза и соответственно возникла электрон дырочная парка то есть это есть обменное взаимодействие во втором порядке по туннельному напрямую напрямую а в физике металлов известно что такой обмен приходит к нормальному рассеянию электрону на организованном спине в том случае это аномальные растения а в этом случае это аномальные растения по какой причине по той причине что образование электронов вероят вот эти самые амплитуды этого образования содержат алгоритм у которого в числителе ширина зоны огромная величина температура маленькая температура тем больше чем меньше температура или нет то есть в системе меньше температура тем больше амплитуда поэтому вы должны не ограничиться вот этим простым процессом второго порядка а сформируют все сформируют большим количеством электронов вероятных электронов вероятных электронов вероятных электронов в каждом из электронов то есть этот процесс существенно многочисленный и если эксперт будет в какой-то момент эта поправочка становится равной единиц то есть режим слабой связи при среде травмок и температура которая сопоисходит называется температура полная это затравит энергию экспоненту температура которая стоит и вы должны решать это это можно сделать и тогда вы получите что в длинной температуре из-за огромного возникает резонанс точно на уровне фермы и амплитуда насеяния она здесь написана в обычном преэпидорском форме преэпидорском уровне а тоннелирование на лево тоннелирование амплитуды есть резонансный уровень точно на уровне фермы если у вас энергия прохождения совпадает с энергией фермы этот множество исчезает я предусмотрю это огромное если грамма 1 амплитуды то из малой туннельной амплитуды фактически полностью прозрачный амплитуды это это будет экспериментально вот у вас плоновская кровь с черным весом электронов там у вас имеется синглентное состояние никакого спина нет никакого конда нет но в ярусе четным амплитудов появляется вот такой мостик на него упарится вот этот мостик где есть кондрентант и в кондрентанте появляется узкий и очень высокий пик амплитуды это это амплитуды амплитуды фактически 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 это действительно многоэффект связан с многоградным экранированием спина амплитудов амплитуды вот эффект бывает кмплитуды и как нормальный эффект интерпретируется на пальцах вот у вас имеется локализованный спин они есть на самом деле спины электронов которые ничего и Это обычный пирог, это не так. А полное взаимодействие, оно, как я уже сказал, увеличивается с уменьшением энергии и вообще, говоря, это приходит к бесконечности. Это значит, что у вас спин наматывает на себя, организованный спин наматывает на себя перевороты спинов, динамический переворот спинов из отклада. И в конце концов, когда у меня температура, образуется связанное состояние. То есть, этот спин полностью заэкранирован. Это не электростатическое экранирование, это динамическое экранирование. То есть, спин, переворачивающий быстрее, 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 и когда этот звук занумяется. Само быстрее меряется. Я так, были на пальце. Я думаю, что все остальные. Но есть у нас такой довольно простой. Так вот, все эти эндоликроны потратили одну степень спинного степени свободы на всех. То есть, каждый отдал по одной эндолик своей степени свободы на то, чтобы заэкранировать этот самый локализованный. Ценой отдачи малой части свободы они заработали для всех остальных сетей полную свободу. Все остальные зоны ничего не знают про это степень. Оно находится в семье за степень, а они свободны. Все каждый день. Поэтому в основном степень и задача скорости со спином электроны есть обыкновенная фирмная жидкость. В которой имеется магнитный воспериентирователь. Магнитный орки – это просто воспериентирователь спауэринг, констант. Но когда он начинает повышать температуру, происходит отскрепощение текстрида, то есть переход из секретов в текстрида. И это превращение дает поправку к возрасту в текстридах по фирменной жидкостью законы Детектора кунда квадратных. В теории фирменной жидкость обычной депестрида энергии фирменной, а сейчас здесь температура кунда, которая экспоненциально меньше энергии. Но текстрида – это фирменная. Вот, опять-таки. Это есть пальцевая регидация, кунда-эффекта, которая существует по декорации. Но ведь спин не обязательно будет адаптера, это же все равно если вы будете адаптеры. Представляете, что спин больший, единичкий, трифтовый. Тогда тот же самый процесс, а электроны по прежнему адаптера на энергетике. Поэтому результатный процесс у вас часть спины останется незаэкранительным. И остается, во мне думать, что в одном состоянии система опять-таки состоит из свободных электронов, минус один, и локализованный спин, но уже уменьшен, часть спины захоронят. Тогда в обмедном отпуске у вас имеется законы к сверлии, и ответные системы. Но есть третья ситуация. Тогда у вас имеется не один канал, а два канала. То есть у вас имеется два резервуара, допустим, красный и синий, правый и белый. Тогда и оба не участвуют в кондекрозе. Тогда вместо такого процесса вы имеете процесс, когда его экранируют и слева, и справа. Представляете, его перехранируют. У этого одна вторая, а эти два, на двоих, на двоих, на двоих единичках. Вы их перехранируете. Представляете, у вас возник противоположный направленный спин уже в другую сторону. После этого следующий брон начинает экранировать этот спин. Они его опять перехранируют. И этот процесс продолжается бесконечно. В результате вы так инфликуетесь в сфере ферминистрии. Система ведется в совершенно инфлистрии. Во вне 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 ведется себя, как А, Т, диетодами, Мин. Нет, нет, правильно. Диетодами. А это число меньше единичек. Как правило, тут ходит. Тем более, что это вообще расходится. Минтераперитозы в не ферминистрии, связанные с тем, что этот процесс никуда не исходится. И все эти режимы желательно ввести в... Важно выключить. Вот обрактаренные я уже обрактаренные на слева. А вот все остальные, все гораздо сложные. Особенно вот эти основные перехранированные. Теперь давайте посмотрим, что будет при четком заполнении квадратной точки, когда в времени какого-то такого не будет. А если мы делаем основные эти самые тумбрии, то мы начинаем с инвестора состояния основного. В общем, есть такие процессы, в которых электрон уходит из симметрного состояния, а замещающий его электрон состоится в триклетный состояние. То есть, ко-туннелирование будет привести в природу симметрных метров. И тогда динамическая симметрия, о которой мы говорили в этом песне, таки да, реализуется в этой личной процедуре. Соответствующий кондер-гамедиан имеет вот такой вот. Оба генератора, ну, 5-4-4 входят в генераторы. И они работают на тонной процедуре. И если щель между симметрами и триклетами сравнивая с температурой комнаты, тогда эта щель становится... Сама температура комнаты становится функцией щели. То есть, когда щель достаточно маленькая, и симметр, и триклет принимают участие в комнате. То есть, динамические системы и системы реально работают. А теперь, значит, еще одно одно свойство, которое связано со сравнением актуальной энергии фонда, и фонда энергетического спектра. И фонда энергетического спектра. Это есть, наоборот, дискретные уровни, квантовые точки. Только низколежащие электроды не участвуют в фонда процессе. Это, я думаю, как разобрались вот такими делами. А окружение, то есть электроды, имеет огромную энергию в этих метрах. И задача решения кондрефекции стоит то, что мы отинтегрируем состояние с высокой энергией с тем, чтобы прийти к энергии низкой. И тогда у нас происходит редукция спектра. После того, как вы проявили это самое сокращение спектру от футбалов, оставиваете из кондрефекции только маленькие энергетические состояния, сразу при энергии и сравнении с этой энергией. А вот тогда-то динамическая симметрия не проявляется. То есть динамическая симметрия есть свойство не всего спектра, а только его, вот этой самой низкой лежачей части, сравнение с этой энергией. Математически это называется процедура реномного, то есть для сокращения энергии от больших способов к маленьким. При этом вместо того, чтобы суммировать релитивые вымещения, можно просто посмотреть за перенормировкой константы связей от цены реномовой конституции. Теперь мы вернемся обратно к динамической симметрии, но уже более осмотрительно. В конце концов, я написал исходный герметрии на 23-й сцене, и перейдутся исходный герметрии на 23-й. Он состоит из гарантийной патрии, практически без дискретной негативной, гарантийной уложки к платам, взаимодействия, это и есть обкладки для цены реномовой конституции, а это и есть трудирование из обкладки, из электронов, которые кладутся. То есть исходный герметрии имеет вот такой вот вид. В спине здесь никаких нет. Теперь вы начинаете от большой энергии сравнивать с энергией с полной шириной зоны структуры и начинаете ее уменьшать, постепенно отрезая концы, отрезая высокое энергетическое влияние, из землянское химическое лицо, которое здесь, в передней зоне, в реальной зоне. При этой процедуре и сами уровни, как все равно, начинают перенормироваться. Зона сокращается, а уровни перенормироваются, и они это делают медленно, в грифмическом виде. Имеется в грифмическом виде пропорциональный логарифм сокращения от шириной зоны от первоначальной к типу. В конце концов, эти выровни, которые вначале были были заполнены, это состояние с полной шириной, в конце концов, и состояние оказывается ниже, открываемого уровня, а второначальной зоны, после этого они перестают перенормироваться, и электрон дальше уже имеет фиксирование. Состояние имеет фиксирование в шириной зоны и, соответственно, превращается в спину. Поэтому, чтобы достичь вот этого состояния комнат, нужно найти состояние Андерсону, когда участвует и зарядовая, и спину. То есть, по крайней мере, вы не увидели такой оригинальный логарифм, когда вы пишете патриатр, когда вы имеете очень простое дифференциальное логарифмане, уменьшение排зованной связи с уменьшением огромных подлинных источников, это сентрациональное квадратное целости. Это уравнение решается, вы получаете коррорионированные ростопыéfиды, которая обращается в бесконечность при температуре равной температуре конца т.е. это простой способ решить задачи конца на территории лоб и это с точки зрения родной группы называется обращение в бесконечность это означает достижение фиксированной точки после которой конца продолжается на каком-то скринном уровне и бывает, что это задача способствовать точке равной точки а теперь это же самое, где все идут на диагностике а в начале мы имели все сети, что были предназначены при высоких нервных возможностях кривая реализация мы имеем состояние со шпином, это вторая и поэтому мы имеем состояние с дежурного и с двумя нервами т.е. в основном, у вас есть такой вот мультики имеется возможные переходы в скринном скринке между скринь-ап и галлами имеются переходы между скринном состоянии всех единичек и состояние с двумя и с двумя нервами вот имеется такой вот такой переход это не легко построить соответствующие оперативные переходы по лиценту, который я вижу показывает, что группа, которая не стоит, это не стоит, это группа СУ-4 но в нее включены и зарядные, и искренние степени свободы на равных правах вот это называется вот Хамбер сам придумал именно эту нерву он ее хотел при ней в совершенно другом месте он ее придумал, он для нее придумал национальный оператор потом имбирал существование это потом не собирается т.е. наша клантовая точка в самом начале имела динамическую сентемию СУ-4 потом мы начинаем сокращать интервалы энергии т.е. помораживаем какие-то зарядные системы сначала мы, допустим, замораживаем расстояние с двумя агентционами переходим в подсимметричную в адресскую парамет работы системы с единичным заклонением устуримы тогда группа СУ-4 превращается в группу СУ-3 когда у вас имеется два спинных состояния однозарядного и все переходы между ними различны это группа СУ-3 и наконец все зарядные системы на самом состоянии имеется только перевороты спина это уже группа СУ-3 т.е. вот процедура решения задачи конда метода есть не что иное как как последовательный переход от симметрии СУ-4 через СУ-3 к СУ-2 это все красиво но никому не нужно потому что и так можно прийти в серверовской форме мы берем красоту на определенные темы взрослые активы но задачи с конда эффектом и четным заполнением без этого никак в этой энергетической симметрии никак не обратились по причине о которой я уже говорил что секрет и трет оба участвуют в конда эффектах тогда у вас вы должны написать теорию переносную вот для этого у вас две конца у меня не реально имеется вот такой имеется два по-моему их можно решить вы энергетически числены и ответ такой вот у вас имеется вы доходитесь в нервном впечатлении никакого высшего такого нет теперь вы начинаете а на три лет тем уровнем вы начинаете приближать к секрету вы еще все еще находите в секретном состоянии а эффект конда уже появился эффект уже работает тогда он находится от основного состояния до состояния сомневым с температурой конда температура конда возрастает достигает максимума когда секреты просто вырождены а потом опять начинает уменьшаться и становится и в основном состоянии мы приходим обычного эффекта конда дс равного единички это что называется недоэкранирован т.е. температура конда а вместе с ней и тоннельная проводимость имеет вот такую большую зависимость от температурного расщепления которое можно контролировать экспериментально лучше того же самого затворного затворного тренинса т.е. вот динамическая симметрия вполне реально проверяется на этот эксперимент еще один а на самом деле самый первый кондоэффект это кондоэффект интуцированный магнитом обычный магнитополя называется затриментом разрушающим образом действует на эффект кондоэффект потому что оно запрещает преворачивать спину из-за зимановского щитка т.е. если у вас имеется спина до вторая и угрозы ламбольсом не так то сначала кондоэффект прищепляется а потом зимановское щитление приводит к вырождению между синглентом и одной из проекции в детстве приступит работать а на это тогда вы можете построить операторы уважающие из синглента и проекции ап и вот таким образом у вас гаминфилен имеет вид R на спину на спину на р похожий на эффект синглент на поле можно сделать но здесь работает как индукцирующий кондоэффект индукцирующий кондоэффект синглент тут же это окном видено через синглент и тут же окном лонская окошка с нечеркным заполнением это есть кондоэффект а в черном нет ничего он начинает увеличивать поле этот расплывается исчезает внезапно в определенном поле 1.18 тесла возникает лонская окошка с черным заполнением тесла вот как это выглядит эксперимент 1.25 тесла 1.25 явная форма и тесла вот как он выглядит опять таки тесла то есть действительно этот фирм тут же я думаю что первый знак не есть тесла вот я как бы главное послание сделал дальше уже предложение то есть то что можно запомнить я уже все рассказал о старшей семье я расскажу все те варианты какие еще вроде кладовые точки просто это чисто они все применимы и были применимы вот есть такие замечательные кладовые точки называются вертикальные кладовые точки когда вы кладовые точки загоняете цилиндрические обкладки которые ее запирают вы знаете потенциал внутри он парамонический вы имеете делать так называемую фока это чисто математическая игрушка когда задачу обосцилляторе на электронный язык это еще было сделано и тогда оказалось что электронные уровни тоже описываются законными системами динамической симметрии связанные с переходом это симметрия S2.1 я помню это но известно то что все атомы это действительно атомы у них имеются симметрии в том что они имеются симметрии квантовые числа моменты это главное квантовое число и момент и вы заполняете оболочки последовательно сначала заполняете оболочки премьер-электроны потом преоболочки нету только проекция то есть квантовое число на одно меньше чем сатур симметрии то есть можно из этих квантовых точек построить целую професную идею что и было сделано здесь были созданы эти самые колонусные тихие штуки как функция заполнения симметрической квантовой точки металлические квантовые числа когда особо устойчивые заполненные полузаполненные металлические это фактически первые 7 атомов таблицы Меделеева они построили фон до 20 лет построили экспериментально реализовали последовательное заполнение от 1 до 20 построили таблицу не Меделеева а Органа и назвали каждый элемент именемо двое сотрудничество с Органа и Голландом спектр его среди состояний это спектр обычного стилятора который расположен инфекционными это циклозон для мероприятия мобильного поля благодаря этому мобильному двигу состояний могут пересекаться это вас обмерить но если у вас имеется многое митровое состояние то вы можете складывать эти моменты делать из них симплеты если это черные заполнения или дублеты если они нечетные во мне этим полем вызывает пересечение симплеты динамической симметрии она была реализована вот эта самая кривая зависимость температуры от магнитного поля степень выражения симплеты с поля не выражения не а еще квантовые точки сделаны из молекулы их можно делать без скрутили с этой точки тоже квантовые точки это маленькие и вы меняете его емкость и вся задача скрутили самовы это тоже будет сделано непонятно это был первый пример молекулярного транзисции вы можете сделать энд фулерен запихать вредку землю со своим собственным магнитом эту задачку тоже можно решить в это шпина имеется эморист еще один тип плантливых точек сделан из нанотрубок нанотрубки можно положить на два электрода которые будут одновременно и электродами и закрываем отрезающей часть нанотрубки в этом направлении то есть ушевой даннотрубки имеется плантливание по размеру а если вы отсекли ее фрагмент то пространство и в этом направлении есть состояние окончательное и полностью светлое то нанотрубки это самый лучший объект все красивые эксперименты с эффектом двойные и тройные кроновые точки имеются кольцевые кроновые точки источник стоп у электрода движется так жарко имеются кроновые точки выращенные в виде островков из осенили грани на поверхности осенили грани у них эксперты полукроводников он одновременный полукроводников и фок-дайвинг он тоже проводился это фок-дайвинг для дырин фок-дайвинг для электронов вымывается загружать окситоны и полный набор электронов этими будут являться не в токе а в оптическом обращении конкретно в реминистанции фотоэффективного полный набор ситуаций я тут нарисовал возможные симметричные конфигурации сложных ток поскольку насеком дали симметрию вращательную либо орбитальную симметрию а есть еще и точки у меня вот квантовые точки эти квантовые точки имеют симметрию отражения и вверх место можно сделать тральные квантовые точки в которых появляется треугольная симметрия и она накладывается на симметрическую точку опять симметрия окажется очень сложной и мы построили науку для симметрии от СО2 до СО6 и от СО3 до СО8 все декады имеются свои объекты то самое вертикальные точки и наконец можно объединить в таких угольных квантовых точках кондоэффект и эффект анародного бома анародного бома вообще изобретен довольно быстро реализация и очень долго пытались найти планную точку она делается элементарно нужно строить планную точку в которой имеются два пути из источников 100 здесь можно идти через левый канал и через правую а внутри загнать магнитное поле и тогда один путь идет по шерсти магнитное поле другой по шерсти и набегает фаза разность фаз и электрон который выбирает уголь и сразу сколько заканчивается они встречаются по ту сторону потока а оно уже создаёт эффективность фаза этого потока и этот эффект естественно может родиться мною и соответствует значение приводитого потока квантных кратных фронтур в результате тунгерон запирается т.е. кондоэффект магнитный кондоэффект разрешает тунгерон в окошке запрещенной кулоновской локады а эффект народного гормона его запрещает в силу своей разрешенной тунгерон это разрушенный кондоэффект который внезапно при половинном хвате обращается стогим это более основные картинки и здесь и здесь и наконец последний номер это экзотический кондоэффект когда спиновые и псевдоспиновые переменные меняются местами можно сделать такую классную точку которая состоит из двух больших точек но соединенные а центральная она ничего не знает соединена только со своими партнерами когда там имеется спирт центральная точка вот это состояние заполнено то есть вот 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 это изменение то пулоновской блокады которые добавляют сюда еще здесь она большая и этот переводок а этот более-менее разрешен забегом то да возможно у вас имеется кланевая точка электрон в центральной точке сидит точно на левой спине и что может быть электрон из левой точки уходит в скок электрон из скока его замещает в правой точке в результате у вас получилось что спин не изменился а псевдоспин изменился у вас центральная левая осталась центральная правая и образовался то есть спин а в природе спины никаких нет в результате вы записываете вот такой же код спин есть спин еще таки есть поэтому у электронов имеется спиновый признак который сохраняется поэтому у вас имеется бакуумный канал оба они могут перевернуть псевдоспин то есть возможно даже реализация этого двухканального дефекта в таком случае когда спин играет ролик от канала а канал играет ролик от спины и еще это проявление синтрии весов учитель но собственно это просто простой любом поскольку человеческие мозги более изощренные чем природные человек может придумать такое чего в природе в принципе не бывает но эти динамические как пример того как это нормальная ситуация нормальная ситуация не знаю но есть у них практические положения но есть на них это список людей которые понимают то есть то есть это это будет прежде то спасибо 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 и спасибо так хотят на место нет вопросов это было много но тогда спасибо еще а а а а а до это н а а а а Спасибо. 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 Спасибо.